За время моей ютуберской карьеры и немножечко операторской у меня сформировался определенный список вещей и аксессуаров для моей камеры, которые я всегда беру с собой на съемку. В этом видео я расскажу про них, чтобы вы тоже обратили на них свое внимание и, возможно, это тоже облегчит вам вашу операторскую жизнь. Всем привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Комплект для чистки очень важная штука в арсенале каждого оператора, потому что, когда мы меняем объективы, мы оголяем самое сокровенное, это матрица нашей видеокамеры, нашего фотоаппарата. Эта матрица, она всегда выступает каким-то магнитом для всякого мусора. На нее попадает пыль, грязь, и если вы снимаете с закрытой дыркой, то есть, как сейчас, мы ставим значение диафрагмы от 10, и снимаем какой-то светлый объект, например, небо, то мы видим вот такие вот точки, которые являются, по сути, грязью. Они могут быть, как и в вашем объективе, но чаще всего они располагаются на матрице вашего фотоаппарата. Поэтому, во-первых, старайтесь быстрее менять объективы и никогда не переворачивайте фотокамеру и видеокамеру вот в такое горизонтальное положение с открытой матрицей, потому что пыль на нее будет падать, да, и вам будет тяжелее ее очистить. Ну и, во-вторых, конечно же, купите себе комплект для чистки камеры и объектива. В этот комплект входит вот такая вот груша, которая воздухом очищает пыль. Эта груша не то чтобы какая-то специальная, но, тем не менее, у меня есть некоторые знакомые операторы, которые отличаются ом и сообразительностью, идут в аптеку и покупают обычную клизму. Но в ней есть ряд недостатков. Во-первых, это очень странно выглядит, типа клизма. Во-вторых, там пластиковый наконечник, чтобы его было удобнее вводить. Ну, короче, здесь специальная такая резина, которая обладает антистатическими свойствами и которая не притягивает к себе пыль, которую вы, наоборот, хотите с матрицы снять. Также в комплекте есть щеточка со специальными мягкими ворсинками, которыми вы дополнительно можете очистить оптику. И также есть маркер, с помощью которого вы можете убрать какие-то более сложные загрязнения, разводы и так далее. Есть разные комплекты. Есть дорогие, есть дешевые. Я видел дорогие, и смысла переплачивать за это я не вижу. У меня самый дешевый комплект за 230 гривен. Я им полностью доволен. Сейчас вы видите фотографию, которую я сделал на закрытой диафрагме до чистки матрицы. Сейчас мы ее почистим. И теперь сделаем ту же самую фотографию, но уже после чистки. Видите результат. Поэтому следите за чистотой вашей матрицы и объективов. Что собой представляет клетка для видеокамеры? Это реально такая металлическая клетка, в которую вставляется ваша камера, и эта клетка выполняет несколько функций. Самая первая функция и основная, которой я пользуюсь, это, естественно, дополнительная возможность что-то прикрепить к вашей камере. Допустим, вы хотите прикрепить на камеру ручку, на камерный монитор или ресивер от микрофона. Вы на саму камеру не сможете это все повесить. Эти проблемы как раз и решает клетка, в которой мы видим множество резьбовых отверстий, к которой мы уже можем прикрепить вот это вот все дело. Вторая функция, это, естественно, защита камеры от механических повреждений, когда она упадет, потому что, ну, всякое бывает, она достаточно крепкая и может сэкономить вам немножечко денежек на ремонте. У меня клетка от фирмы SmallRig, я думаю, что не надо много рассказывать про эту фирму, потому что это одна из самых популярных и крутых фирм-производителей таких клеток. Также у них есть дополнительное крепление, MagicArmy, ручки. И, кстати, у меня тоже вот есть ручка, за которую очень удобно эту камеру носить и даже снимать какие-то нижние ракурсы. Только если вы купите такую ручку, обязательно каждый раз закручивайте резьбу до самого конца. А то были случаи, когда берется эта ручка и камера падает. Да? Бывало такое? Поэтому, да, всегда закручивайте все до конца, фиксируйте, прежде чем поднять камеру. В своих путешествиях меня частенько заносит в горы, а в горах погода очень переменная. Да и приходится иногда снимать во время дождя. Поэтому я советую вам брать или шапочку для душа, такой небольшой лайфхак. Вы можете надеть ее на камеру и таким образом защитить ее от влаги. Или же просто возьмите какой-то пакет, проешьте в нем дырку и замотайте свою камеру. Да, вот такой вот совет. Просто берите с собой пакеты. На крайний случай вы можете положить туда еды. Потому что если влага попадает в камеру, то ничего хорошего из этого не получается. Может что-то закоротить, запотеть. И снова же мы отправляемся в ремонт. Недавно я нашел в интернете, что есть специальный дождевик для камеры. Я его заказал, он мне пришел вчера. По идее он должен выглядеть вот так, как на картинке, но по факту я не знаю, как он будет выглядеть. Поэтому я его сейчас распечатаю и посмотрю. Может быть это будет классная штука, я буду брать ее в каждую поездку, но тем не менее. Все, он такой здоровый, туда можно самому залезть. Ну, на первый взгляд это не очень удобно. Подожди, тут даже есть какая-то штука снизу. А, это для штатива, точно. И по идее вы вот в эту вот приблуду вставляете камеру. Ну, оно рассчитано на камеру, конечно, побольше. У меня размеры не такие большие. Ну, слушай, там не было выбора размеров. Конечно, не представляю, как это вообще вставить. Но тут есть, кстати, застежка, которая должна обхватить ваш объектив. Надо фотоаппарат побольше. Нам нужен был фотоаппарат побольше, поэтому мы сходили к местному охраннику и сразу нашли 70-200 и Canon 5D Mark II. И вы знаете, уже не так смешно, потому что видно, что оно что-то там защищает. Вот эта вот защелочка, затяжка хорошо фиксирует объектив. И, в принципе, здесь уже тепло, можно даже руки погреть. Поэтому теоретически такая штука имеет место быть. Я очень часто путешествую со своей камерой. И, естественно, я целый день с ней хожу и держу в руках. Без ремешка ее держать целый день бывает несколько напряжено, да и опасно. Может рукав вспотеть, камера выскользнуть, вас может кто-то задеть, и вы это все дело уроните, и потом будете чинить за очень большие деньги. Поэтому я себе купил вот такой вот ремешок. Этот ремешок от Peak Design. Это не реклама Peak Design. Я его купил за свои деньги, к сожалению. Но, тем не менее, почему он мне понравился? Потому что я имею возможность его быстро снять с помощью вот этих вот креплений. Здесь есть такие защелки, которые быстро отщелкиваются, и у вас остается камера сама по себе, без ремешка, которую можно быстро поставить на стабилизатор и продолжить съемку. И точно так же, если вам надо повесить ремешок, то вместо стандартного ремешка, который вы сейчас видите, на который надо потратить немного времени, для того, чтобы его одеть, то здесь эти защелки просто вставил, и вот у вас фотоаппарат уже с ремешком. Если у вас в камере сменный аккумулятор, то вам повезло. Естественно, надо его так же брать с собой. Некоторые камеры могут заряжаться и от пауэрбэнка. Для этого всегда имеете запасной кабель, потому что он может переломаться, или, как всегда, запылиться, отойти. Поэтому всегда надо иметь запасной кабель и брать с собой пауэрбэнки. Еще лучше купить вот такое вот зарядное устройство, которое может одновременно заряжать несколько аккумуляторов для вашей камеры. Посмотрите, есть различные варианты. Некоторые из вас писали, конечно, что надо еще рассказать про накамерный монитор и про ND-фильтры. Но я считаю, что ND-фильтры это больше аксессуар для объектива, а накамерный монитор это отдельная тема. У меня есть видео на канале, где я рассказывал о том, как я выбирал накамерный монитор. Можете его посмотреть. Оно достаточно старое, но, в принципе, все еще актуальное. Думаю, что это видео было вам полезно и вы почерпнули для себя какую-то информацию. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Напишите, какими аксессуарами вы пользуетесь. Не болейте, не тупейте. И всем пока!